В Гродно состоялось совместное региональное собрание с участием членов Совета Республики, а также депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Руководство и актив города вместе с депутатским корпусом обсудили итоги социально-экономического развития Гродно за последние пять лет, определили задачи на будущее. Участники совещания посетили Гродненский мясокомбинат, побывали в средней школе номер 40 на Вишневце, познакомились с работой УАО «Гродно хлеб-пром». Совершив экскурсию по производству данного предприятия, депутаты проследовали в хлебные и булочные цеха, угостились прямо с конвейера теплыми ароматными пряниками. Данное предприятие, несмотря на кризис, работает стабильно, хотя запустить процессоры на всю мощь сегодня удается далеко не всем фабрикам и заводам города. Мы живем сейчас, конечно, не сильно богато, но вокруг нас так живет экономический кризис. Рядом на границе вообще война на Украине. Это не есть какой-то испуг на наших населениях, но это есть экономический недостаток. Наши товары в несколько раз снизилась поставка и на Россию, и на Украину, и другие страны. В целом город наш борется за выполнение до конца года основных экономических показателей. Мэр города Мечислав Гой в своем выступлении отметил, что в данное время больше всего проблем испытывает сфера машиностроения и металлообработки. Производство продукции этих отраслей не востребовано, поэтому ситуация стала предметом для разбирательства на самом высоком уровне. Вместе с тем есть достижения и немалые. За пять лет в Гродно удалось привлечь 330 миллионов долларов США иностранных инвестиций. В Гродно появились порядка 10 новых стран, где мы реализуем свою продукцию. А в целом город Гродно – это экспортно-ориентируемая продукция. Более 60% экспорта идет именно за границу, за пределы города Гродно, за пределы нашей страны. И это очень нормально. Ведь некоторые товары, которые выпускаются в городе Гродно, они выпускаются 90-75%, 80% в республике. Говорили и о планах на будущее. К примеру, руководство города в ближайшей пятилетке планирует за миллиард долларов построить на территории градообразующего предприятия «Гродно-Азот» еще один завод. К середине следующего года будет сдано в эксплуатацию здание для работников парка высоких технологий. А это, как минимум, еще 100 высокооплачиваемых рабочих мест. Как было отмечено на собрании, в следующем году в Гродно будет продолжена модернизация автомобильных дорог, а также строительство школ и детских садов шаговой доступности. Алла Нечко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+.